Низкие температуры в Краснодарском крае стали одной из центральных тем обсуждения на очередном аппаратном совещании у губернатора края Виктора Толоконского. Глава региона отметил, что в сильные морозы службы, отвечающие за жизнеобеспечение, должны работать особенно ответственно. По информации краевого МВД, сотрудники ДПС уже сейчас оказывают помощь всем автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию, находясь на трассе. В ночное время проводится проверка предприятий, поставщиков тепла и их персонала на предмет соблюдения трудовой дисциплины и недопущения аварий. Губернатор подчеркнул, самое пристальное внимание сейчас нужно уделить контролю над качеством теплообеспечения жилых домов и объектов социальной сферы. Все тесты должны работать в полную силу. Также участники совещания обсудили подготовку к празднованию православного крещения Господня. По предварительным оценкам, в мероприятиях примут участие 87 тысяч жителей региона. Под контролем сотрудников полиции в ночь с 18 на 19 января окажутся 112 храмов в 59 территориях края. Позже губернатор встретился с известным благотворителем Хазретом Савменом, с которым обсудил перспективы развития региона, в частности строительства нового моста и дороги в Северо-Енисейском районе. А вот с представителями Федерации хоккея с мячом Борисом Скрынником и Николаем Валуевым поговорили о перспективах развития этого вида спорта в Красноярске и обсудили вопросы реконструкции стадиона Енисей. Спасибо. 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 Спасибо.